В Воронежской области открылось движение по реконструированному участку трассы М4 Дон, связывающий столицу с южными регионами и прекрасно известный всем, кто любит путешествовать на море на автомобиле. Реконструкция этого фрагмента трассы началась в 2020 году и состояла из трех этапов, первый из которых досрочно завершили в конце прошлого года. Он включал 36 километров дороги. А теперь настал черед второго и третьего этапов, в результате которых радикально преобразились еще 36 километров М4. Магистраль имеет огромное значение для транспортного коридора «Север-Юг». В сезон отпусков по ней проезжают в среднем 56 тысяч автомобилей в сутки. На всем своем протяжении, на всем участке от 715 до 777 километра обеспечено освещением, дорога обеспечена автоматизированной системой управления дорожным движением. В ходе реконструкции уложено в общей сложности 614 квадратных километров асфальта. Построено или реконструировано 9 искусственных сооружений, 6 мостов и 3 путепровода. Возведены 3 транспортные развязки. Возле города Дядин, села Криница, а также неподалеку от Кравцова и Плесновки. Реконструированный фрагмент снабжен освещением на всей протяженности и соответствует требованиям первой технической категории. Здесь размещено порядка 94 километров барьерного ограждения, что обеспечивает дополнительную безопасность для перемещения трафика. Допустимая максимальная скорость на реконструированном участке составит 110 километров в час. Однако это не просто еще один реконструированный участок. Это шаг к серьезному преобразованию трассы М4. Напомним, что недавно в Ростовской области завершена надвижка пролетов совершенно нового моста через реку Дон на обходе Оксая. Это город, который примыкает к Ростову-на-Дону с востока. Новый участок позволит на приличном расстоянии объезжать всю ростовскую агломерацию, а до недавнего времени это было одним из узких мест всей трассы М4. Предполагается, что обход Ростова откроют уже следующим летом. На этом развитие дороги южного маршрута не остановится. Причем к некоторым проектам госкомпания «Автодор» приступит уже в новом году. Например, начнутся проектно-изыскательные работы на обходе Адлера и еще одного хронически пробочного участка на Сочинском побережье. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ